Адреса в разных частях города, но объединяет их одно. Здесь проживают многодетные семьи. Уже само название акции «Добрая тысяча» говорит само за себя. Более тысячи продуктовых наборов вручают малообеспеченным и многодетным семьям, инвалидам и одиноким пенсионерам. Впрочем, уже сейчас инициатор акции Владимир Жук уверен, что она продолжится. Я думаю, что тысяча – это еще не предел. Посмотрим, видим, что акция востребована людям, эта помощь нужна. Поэтому будем продолжать, я думаю. В каждой коробке 10 наименований продуктов первой необходимости, имеющих длительный срок хранения. В этот день у проекта, который стартовал несколько месяцев назад, небольшой, но очень важный юбилей. У нас как раз сегодня юбилейный, 500-й. Как раз вам получилось так, что именно вам попало. Из-за пандемии коронавируса Лана Акиева, мама трех замечательных мальчишек, лишилась работы. Сложности возникли и у супруга. Соответственно, семья лишилась большой части дохода. И эта посылка для них – важная подмога. Спасибо огромное, потому что это важно. С работы уволили по собственному желанию, как обычно, потому что ребенок болеет. А с матем, понятно, что режим сразу будет жесткий в самоизоляции. Папу тоже на минималку посадили, соответственно, сразу. Волонтерами акции являются участники Российского спортивного союза молодежи. Поддержала акцию мастер спорта России по пауэрлифтингу, рекордсменка России и мира Оксана Кошелева по прозвищу «Скала». После вручения очередного набора она продемонстрировала местным жителям, депутату и волонтерам свои способности, а именно надула резиновую грелку. Депутат Мособолдумы Владимир Жух отмечает, что акцию активно поддерживают депутаты, предприниматели и общественники Ленинского городского округа и также помогают тем, кто в этом особенно нуждается. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ.